Братья и сестры, когда начиналось собрание, вы заметили, мы в общем пением пели такой псалом. Я приду, мой Господь. Я хотел бы, чтобы мы спели, Лиля, проиграй, брат Саша, первый куплет и припев. Но для себя, каждый для себя, заменим одно только слово. Я и каждый для нас. Тут припев говорит так, когда Господь прийде судить грешный свет, все станут перед ним. Давайте заменим, я стану перед ним. Только одно слово заменим. Давайте встанем на наши ноги, первый куплет и припев, пожалуйста, давайте мы спроем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос. Мы готовы для этого дня? Мы готовы дать ответ пред Господом за нашу жизнь? Христиане, братья и сестры, смотрящие на нас, слушающие, ты, дорогой друг, готов стать пред Господом и за свою жизнь дать ответ? За свои все слова, которые сказаны, за свои все дела, которые сделаны, я готов. Все, братья и сестры, все люди, это звучит немного так, знаете, вроде бы не касается нас. А если я себя поставлю, я стану пред Господом, братья и сестры, все, которые в этом зале, хористы, мы пред Господом станем или не станем? Все станем. Ангелы, все станут. Те, которые жили до водного потопа, те, которые жили до рождения Иисуса Христа. И если жизнь продлится, те, которые будут жить, все станут перед Ним. И написано, каждый за себя даст ответ Богу. Братья и сестры, как мы должны жить на этой земле? И почему Божье Слово говорит, слова ваши добудут немногие. Мои слова, мои дела, прежде подумать, нежели сделать, прежде подумать, нежели сказать. А теперь, братья и сестры, за сегодняшний прожитый день, до этого вечера, сколько слов было сказано нами, мною. Все слова, которые будут меня оправдывать. Дорогой брат, сестра, сегодня, после утречнего благословенного служения, когда мы вспоминали смерть Господа нашего Иисуса Христа, а потом, находясь в машине, едя домой, когда кто-то нам что-то на дороге не так повелся, или дома, находясь дома в своей семье, все слова были сказаны сегодня, которые меня оправдают. Все, все, что я сегодня сделал, братья и сестры, вчера, позавчера, хоть все станет пред Господом. Вчера на братской молитве, брат сегодня напоминал, утром была хорошая такая, через брата одного была хорошая проповедь. А в эти дни мы готовились к утрешнему служению, проверяли себя. И особенно, братья и сестры, дорогие друзья, это ощущается тогда, когда заканчивается наша жизнь, когда наша жизнь стоит на пороге перехода, и тогда все приходит. Я помню высказывание одного брата, даже я скажу, кто он отошел, брат Кулинич Володя, мы как-то посетили его, и говорит, брат Виктор, вся жизнь моя, как картина, прошла. И все, все мои действия передо мною. Братья и сестры. И он пошел в церковь и просил в церкви прощения. Прошло время. И я не буду все говорить, потому что, может, оно... Сам факт. Человек приближается к переходу. Вся жизнь перед ним. И придется дать ответ. Придется дать відповідь перед Богом. Чего ты так поступив? Чего ты так сказав? Чего ты такие слова наговорил? Чего таки дії? Чего ты уставил человека, женку? Братья и сестры, я стану перед ним и буду давать ответ, отчет за свою жизнь. И почему Божье Слово говорит, если знаешь, что кто-то имеет на тебя? Примирись. Братья и сестры, иди кто-то. Я должен примириться. Мы часто читаем место счетописания Давида, Саула. Грехи Давида знаем, грехи Саула знаем. Говорит, каяться мог. Он мог сказать, я виноват. А Саул не мог. Братья и сестры, читаем место счетописания. Это Деяние апостолов, 16 глава. 26 стих и ниже несколько стихов. Вдруг сделалось великое землетросение так, что поколебалось основание темницы. Татчас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись, и увидел, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, бежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и выведи их вон. Сказал, госадури мои, что мне делать, чтобы спастись? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы этот день сегодня, день особый для нас, сказал что-то для каждого из нас. Божье слово. Что мне делать, чтобы спастись? Темничный страж, который перед этим принял приказ от городских правителей, исполнил это честно, добросовестно, нанес много ударов апостолам. Он не разбирался, виноваты они или нет. Он получил приказ. Увернул их во внутреннюю темницу, в темнице, в темницу. Ноги их забил в колоду. Братья и сестры, а сейчас, давайте, братья, представим себя, получивши много ударов, ударов израненные. Их там не на колясках везли или машинах, а там, может, не как-нибудь вели их туда, в темницу. Но туда нет, а туда еще, дальше, во внутреннюю темницу. Там колоды были, ноги в колоды. Там подушек не было, братья и сестры. Цементный пол, ноги в колодах, замки. И, находясь в таком положении, избитые. На какой бок повернуться? Везде болит? Братья и сестры, такое положение апостолов. Но там, как мы говорили, Дух Святой, Господь там пребывал с ними. Аллилуйя! Они не смотрели на эти раны, которые были на руках, ногах, на ихнем теле. Дух Святой взял их уста в разброжение. Они Бога славили, воспевали Господу благодарность. Удостоились принять бесчестие за имя Господа. А у нас сегодня моральный ущерб. Меня огорчили, обидели, унизили. Все. Уже проблема. Все плачут. Унизили. Брата дорогой, сестра, вот это унижение, вот это оскорбление. Ноги в колодах, израненные, избитые. Бога прославляют. Славят всемогущего за спасение, которое им дано. И в этот час землетрясение, большое, несколько дней тому назад возле Лос-Анджелеса землетрясение, есть разрушение. Люди в трахе, в трепете. А когда землетрясение бегут, никто не остается на месте, бегут в какое-то место, чтобы укрыться. И, братья и сестры, мы так устроены, чтобы найти себе безопасное место, где можно скрыться. Почему, Божье Слово говорит, придет такое время, когда люди будут бежать в горы, в ущелья, и кричать, горе, падите нас, сокройте нас от лица Господа. Это те, которые ожидают Господа? Нет. Это те, которые ведут жизнь свою беспечно и грешат. Несколько дней тому назад нашим детям была представлена такая история. Тут на паркинге поставили такой большой круг и дали детям, возможно, сделайте, что хотите, но когда будет удар в этот круг, вы все остановитесь. Я не присутствовал, но мне сказали, поставили в известность. И говорит, очень интересно, для детей представили все, церковь, разные, ну, все, что есть вокруг нас, как мы живем. И возле чего и где застали наших детей. И потом было заключение. Дорогие братья и сестры, это для детей было представлено, и говорит, картина очень интересная. Некоторые дети, видно, чем увлекаются. Те идут, идут увлекаться какими-то играми, те что-то рассматривают, какие-то машины, те, а те, в церковь там тоже было поставлено, хор, так дальше, все остальное. Чем, чем заняты умы людей? И говорит, такая наглядная картина. Братья и сестры, это для детей, а для нас сегодня. Чем заняты наши умы? Чем занято наше свободное время? Что мы стремимся? К чему мы стремимся? Апостол Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я почел счетою для того, чтобы приобрести Христа. И действительно, братья и сестры, находясь в таком положении, и в таком месте они славили Бога. И Господь там находился, да, в темнице было темно, там, двери заперты. Они воспевали Господа, славили Его, узлы ослабели. Я говорил несколько служений тому назад, ну как узлы? Все, всех узников ослабели. Попадали все кандалы. Я не знаю, эти колоды открылись или нет, ноги они могли освободить. Но, находясь там в положении, двери открылись, начальник вбежал, посмотрел, все, никого нет, меч достал, умертвить себя хотел. А Павел громко воскликнул. Начальник, не делай себе никакого зла, мы все здесь. Прибежал, огня потребовал, припал к ногам апостолов Павла и Силе, государим, уже не узники, не заключенные, уже не те, которые нарушили что-то, наделали что-то. Государи мои, увидел, и уже за себя переживает. А что мне делать? Где мне укрыться? Что делать, чтобы спастись? Братья и сестры, а через сколько лет он крещение принял? Молодые люди, тем, которым двадцать и за двадцать, через сколько лет он принял крещение после этого? Напишено, в тот же час, в тот же час крестился. И написано дальше, возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Господа. Слава Господу, братья и сестры. Это меня вдохновляет, братья и сестры. И я знаю, придет день, придет час, когда каждый из нас, почему я говорю, я стану перед ним, я стану перед ним, чтобы дать отчет за свою жизнь. Брат дорогой, я стану перед ним, ты станешь перед ним, сестра дорогая, станем перед ним. И как мы будем отвечать пред Господом? Да, за все наши слова и дела, Божье слово говорит, а дел своих, а слов своих, человек оправдается, человек осудится. Придет тот час, наступит день, засвучит Господня труба. И мы все это прекрасно знаем, братья и сестры, очень прекрасно все знаем. Но живем так, как будто Христос еще сто лет не будет проходить. А Божье слово говорит, этого часа, этого дня никто не знает, ни ангела небесные, ни сын, а только Отец мой один. И если бы были предсказаны или указаны нам некоторые моменты, когда Христос придет, что будет, то еще одно слово есть, что слово говорит, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни, еще сократятся те дни. Когда ожидать Христа, братья и сестры, пришествия Господа? Сегодня ожидать Христа. И сегодня наше сердце должно быть свободно и чистое. Братья и сестры, мы сидим в этом служении. Дух Святой нам говорит, в чем мы виновны. Дух Святой говорит мне, в чем нужно поправить мою жизнь. И что ожидать после этого собрания? И мы хорошо делаем в каждом служении, не слыша Божье Слово. Мы делаем решение, что нужно сделать. Отдам то, что должен. Попрошу прощения. Извинюсь. А проходит время. Вышли собрания. И все, уже забыли. Дорогие друзья, братья и сестры, я знаю, что это было не один раз в церкви, в наше служение, когда Господь говорил через братьев наших. Тогда Господь говорил через Дух Святой. Когда Господь говорил через псалмы. Вот пропели псалм, и я сразу в себе, Господи, я стану перед Тобой. Да. Ни отец за меня, ни жена, никто близкий. Я стану перед Тобой. И я буду давать отчет на основании Священного Писания, как говорит Библия, Божье Слово. И почему Божество говорит, вникай в Писание, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь. А если мы занимаемся чем-то другим, особенно сейчас, я не знаю, что Сатана выдумает еще, братья и сестры. Уже сегодня столько времени мы тратим на это ненужное, на это нечистое. Один брат в нашем собрании говорил, мы хочем нюс знать, новости. Мы уже хотим знать, сколько где убили, сколько где расстреляли, кто столько... А Божье Слово говорит, кто задыкает уши свои, чтобы не слышать о Кройполитии. И мы тратим на это много времени. Нет, чтобы почитать Библию и Божье Слово себя проверить. А когда я читаю, братья и сестры, каждый из нас мы знаем, мы читаем, и вроде читаем Божье Слово, но я чувствую, не я его читаю, оно мне говорит. Божье Слово говорит мне, что нужно изменить мою жизнь, мои слова. Мой характер поменять. Мое отношение к моим родителям. Хоть мало детей, они ушли туда. Молодежь. Поменять. Аначе с таким характером мы будем в другом. Я стану перед ним. Я буду давать отчет пред Господом. Зазвучит труба. Все спасенные или те, которые были верные, поднимутся. Я представляю состояние человека, христианина, который пел хоре, который проповедовал Божье Слово, который, может, молился, который пророчествовал, который чудеса творил, который 10, 20, 30 лет верующий. И он остался. И он знает, почему он остался. Он будет знать, почему. Потому что, братья и сестры, я понимаю, если мы в собрании, то Господь желает каждому из нас, ибо Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли ко спасению, чтобы все пришли к покаянию. И Господь говорит нашим служением, нашими обстоятельствами. Господь говорит, но мы часто относим это, как я бы сказал, всем отнесем, только не себе. Да поможет нам Господь отнести все, что в нашей жизни, как ученики Господа Иисуса Христа, не я ли, Господи? Не я ли? Не я ли тот? То есть, каждый переживал за себя, не я ли, Господи? И Господь указал одному, ты, и это вело тебя к этому. Это не один день ты решал этот вопрос. Это проходили месяца, это проходили дни. И когда пришел конец, до того дошел. И мы удивляемся, ну как он мог, ну как Иуда мог? Братья и сестры, мог, потому что был с Господом, слышал слова, когда Господь говорил. Но сегодня такое время я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы проверили каждый себя в этом служении. Сегодня на фаворе, завтра начнется рабочий день. Братья, мне часто приходится говорить, и часто говорят, ну это надо оставить. Ну только бизнес хорошо идет, только неправды очень много. брат, брат, дорогой, куда он уведет тебя, это неправда? Оставь это. Один муж сказал, не давай мне богатства, Господи, иди, щиты не давай мне, питай меня над насущим хлебом. Я не хотел бы говорить сегодня, сколько в погоне за богатством, сколько неправды, и часто христиане закрывают глаза, что они везут, мы сколько говорили, тракисты, братья, братья, не вы, не возите разных проблем, если вы знаете, но больше платят вино, пиво и тому подобное. И мне снова, брат Виктор, возят наши братья. Брат, куда завезешь? Чтобы больше заработать? Братья и сестры, мы христиане, и Господь зовет нас сегодня поправить свою жизнь, свой светильник, свое отношение. Неправедные царствия Божия не наследуют. Никакое гнилое слово, оно не исходит из уст ваших. Это говорит Священное Писание. Братья и сестры, сегодня мне и каждому из нас, брат, дорогой, сестра, дай Боже нам сил и проверить себя. Я стану перед ним. И буду давать отчет перед Божьим Словом, когда придет день встречи с Господом. Мы знаем несколько моментов, когда некоторые давали отчет. Господь сказал, они так не сделали. И Господь отвергал их. Это было друзьям Иова сказано, это было Саулу сказано, это было сказано священнику Илью, и этот перечень можно продолжать и продолжать, которые они сделали. Тот не обуздывал детей своих, тот не сделал, не выполнил Божьего Слова над Амаликом. Я стану перед Господом. И посему, братья и сестры, да не отходит вся книга закона от уст твоих, то получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. тогда мы станем пред Господом и услышим слово. В малом ты был верен, добрый и верный ра. Нет, не в большом, и в большом надо быть верным, но в малом ты был верен, там, где я поставил тебя, там, который дал тебе труд, ответственность, обязанность, и там ты верен оказался в семье твоей, с детками твоими, с мужем, с женой, с семьей на работе. Верным оказался. Мы восторгаемся примерами Священного Писания теми мужьями, теми женами, которые оказались верным Господом, верными там, на своем месте, где их поставил Господь. Мы говорим, о, как хорошо, как хорошо поступила Авегения, как хорошо поступила Есфирь, как поступил хорошо Даниил, Иосиф. Братья и сестры, а как мы? Да, когда придет день их встречи с Господом, они услышат доброе слово, а что услышу я? Братья и сестры, и Дух Святой, который в этом служении, который трудится в нашей жизни, Он говорит нам, Он нам дает такие чувства, что нужно что-то изменить, поправить, что нужно что-то сделать, но часто наше я, наша гордость не позволяет этому. Мы другим можем быстрее это отнести, а вот к себе очень тяжело. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы, когда придет день встречи с Господом, мы встретили Его не как грозного садью, а как своего Спасителя. Я стану перед Ним. Я стану перед Ним. И я однажды говорил, братья и сестры, еще напомню, у нас несколько минут, когда было мне вразумление такое, когда мы приехали, это было где-то 1992 год, мы только проехали в эту страну, я нуждался, Господи, как мне здесь быть, семья. был в нужде пред Господом несколько дней, и мне такое было вразумление в ночное время, я стал пред Господом. Я, правда, никого не видел, только видел большой прилавок такой, как живой, и над, я стою такой маленький вправо, нет конца этому, этому помещению, влево, ничего, и вижу, над прилавком поднимается раскрытая книга, я понял, что это Библия. И было зачитано место Священного Писания из Нагорной проповеди, было зачитано мне, как нужно молиться, как нужно поститься, как нужно милостыню творить, и на каждое прочитанное место мне было два вопроса дано. Как ты это понимал, и как ты это исполнял? Братья и сестры, почему, когда пропели тот псалон, меня затронул сильно? Я вспомнил это время, этот час. Я хочу что-то сказать на ответ, как ты это понимал, я ничего не могу сделать, не могу выдавить ни слова, внутри что-то зашевелилось, и вижу, через мою ста вышел, белый шар такой удаляется, развернулся, я читаю свой ответ, и смотрю, понимал правильно. Второй вопрос, как ты это исполнял? и снова считаю свой ответ, о, здесь не так, я хотел бы это изменить, я помню, это какой-то третий вопрос, я пригодился выдавить одно слово, но, Боже, я вот там и там, в одном, там, вся жизнь перед тобой, не поступил, я так не поступил, я по-другому, ничего не могло бы изменить, мне было дано, братья и сестры, семь вопросов, и на семь вопросов ни одного ответа, который я хотел бы, ни одного ответа, я в этот час ночи, пробудившись в страхе, открыл нагорную проповедь, я ее с детства знал наизусть, я начал читать, и каждый стих меня осуждал, не так, вот не так, не так молился, не так постился, не так жертвовал, не так прощал, братья и сестры, я останусь перед ним, я понимаю, брат дорогой, сестра, мы станем перед ним, перед Господом, придет день, всю жизнь собрания проходили, вечерей участвовали, детей воспитывали, и что мы будем отвечать, братья и сестры, мне ни один ответ не был такой, как я хотел бы, и потом начал и увидел себя, в том виноват, в том виноват, в том виноват, и начал исправлять свою жизнь, не ждал еще месяц, два, три сразу, пришло утро, и начал менять свою жизнь, братья и сестры, пройдет день, мы станем пред Господом, как много сегодня, я слышу, слова наши выходят, в адрес родителей, молодежь, в адрес мужа, жены, в адрес других людей, соседей, которые окружают нас, апостол Павел говорит, я от всего отказался, что было преимуществом, все почитаю за ссор, потому что я нашел спасение, нашел Господа Иисуса, нашел радость внутри, и она мне влечет, а преимущество он имел, и много преимущества имел, в то время, в тот час, находясь и воспитываясь у ног Гамалиила. Дорогой друг, когда станем пред Ним, что мы скажем? Или другой вопрос, какой ответ мы от Господа услышим? Я думаю, что Господь на этом месте говорит каждому из нас, брат дорогой, не жди месяца или долгого времени, начинай исправлять свою жизнь. Ну скажи первый раз слово виноват, виновата. Ну скажи, выдави это слово. Как тяжело бывает его сказать, когда гордость, когда высокомерие унизится, сказать прости. Братья и сестры, первый раз тяжело, а потом будет легче. И посему, да поможет нам Господь. Аллилуйя! Я верю, братья и сестры, если мы сделаем Господу желание такой и молитву, Господи, помоги мне! Я хочу быть с тобой на небесной перекличке! Я хочу услышать доброе слово от тебя, когда придешь ты за всеми спасенными быть там. Господь поможет, братья и сестры. Господь еще направит одно слово к нам, или то в беседе, или то в молитве, или то в пене, или то в проповеди, или то в рассуждении о Священном Писании. Да будет благословение Господня Церковь над каждым из вас! Да будет милость Божья, что мы ожидали Его как своего спасителя. И этот день не приходил к нам в каком-то страхе, чтобы мы не бежали. Написано, что он будет бежать, а мы будем встречать Господа. Глядет мой Господь от рада очей. Я ждал тебя, Господи! Переходил через камни, через стерни, через трудности. Меня огорчали, клеветали, подосили, унижали, но я ждал тебя. Да, ноги были в колодах, избитый, израненный был, но ожидал твое присутствие. Дорогой брат, Господь там был с апостолами в темнице, и Он с тобой. Аллилуйя! А воочи! Господь с нами, когда тяжело и трудно, когда болеешь, когда скорби, переживания. Господь говорит, я буду с тобою, через море будешь переходить, через огонь будешь переходить, в львином рве будешь находиться. Я буду с тобою, ибо Я назвал тебя своим. Аллилуйя! Воздорожим эти братья и сестры! А сейчас склоним колени, помолимся, попросим благословения Господнего.